МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Главные темы уходящей семидневки мы даем не только с точки зрения наших авторов и экспертов, но и с позиции обычных горожан-народца, как иногда пренебрежительно называют нас с вами, так называемый представитель финансовой начальственной элиты, то есть получается отнюдь не народа, а прямо-таки атака марсиан на золотых летающих тарелках, не иначе. Теперь к делу и коротко о главном сегодня. Малый бизнес в загоне. Почему государство не помогает предпринимателям? С треском единый госэкзамен завершился очередным громким скандалом. Защитить детей в следственном управлении прошло заседание общественного совета. А теперь обо всем подробнее. На недавнем заседании Конституционного суда в своем докладе главный российский полномочный по правам ребенка Павел Астахов сообщил такие данные. Общее число пострадавших детей в 2008 году, например, составило более 118 тысяч, а в 2012 году чуть больше 89 тысяч. Меньше. Но, называя эти цифры, мы должны учитывать, что и число детей уменьшилось за это время почти на 20%. Пропорция неутешительная. Удельный вес преступлений против наших детей растет, отметил детский омбудсмен. Если бы только преступлений. Сколько детей погибает в результате пьянства, разгильдяйства и безответственности взрослых? Счету вряд ли поддается. Одни трагические истории с младенцем, заживо сгоревшим под нагревательной лампой в роддоме, и четырехлетним воспитанникам Солочевского детдома, утонувшим в ванной, чего стоят? Напомним, и в том, и в другом случае виновные в гибели детей работники практически откупились от родственников погибших малышей. Суд прекратил дела с формулировкой «за примирением сторон». Таким образом, выходит, смерть ребенка в Рязани имеет цену примерно столько же, сколько стоит, скажем, годовалая Лада Калина. По данным регионального следственного управления, с начала этого года в производстве находилось 57 уголовных дел, где жертвами преступлений стали несовершеннолетними. Из них 25 уголовных дел – это дела о преступлениях против их половой неприкосновенности. 10 уголовных дел связаны с гибелью детей. Имеют место насилие на детьми в семьях, а также факты самоубийства среди подростков. Так, в текущем году зарегистрировано одно сообщение о факте самоубийства несовершеннолетнего и 5 случаев таких попыток. Не может не беспокоить и то, что значительное количество детей гибнет в результате несчастных случаев. Только с начала этого года зарегистрировано уже 4 случая гибели детей на воде. В целях немедленного реагирования на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних от преступных посягательств в Следственном управлении Паризанской области организована работа круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности». Граждане, которые обладают информацией о том, что несовершеннолетний или малолетний ребенок может стать или стал жертвой противоправного деяния, могут позвонить по телефону 25 93 15 и сообщить о таких фактах. Работа телефонной линии осуществляется в круглосуточном режиме. Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством с принятием необходимых мер. А в конце недели в Следственном управлении области прошло заседание общественного совета. Это тема «Ситуация с детьми, пропавшими без вести». Рассказывает Оксана Тебенихина. Почему дети сбегают из дома? Почему они бегут из школ и интернатов? И почему до сих пор в нашей стране количество детей беспризорников такое же, как и во времена гражданской войны? Это действительно страшная проблема. Силами одних лишь МВД и Следственного комитета справиться с ней просто невозможно. Если верить в СМИ, которые ссылаются на официальные источники, Российской Федерации в среднем за один год исчезают или находятся в розыске, можно говорить словами специалиста, около 55 тысяч несовершеннолетних детей. Сбежав от жестокого обращения родных, воспитателей и сверстников, ребенок не спасается таким образом от опасностей, которые подстерегают его на улице. Но даже если исчезновение и не являлось результатом совершения в отношении несовершеннолетнего преступления, само его нахождение вне дома или интерната, в малой знакомой среде, тем более в ночное время, создает опасность его жизни и здоровью. Сегодня, с приходом современных технологий, найти пропавшего человека стало куда проще. Единственное, чего не хватает, это взаимодействие всех структур и, конечно же, человеческого понимания. Еще одна тема недели – незавидные положения, так сказать, трудяк малого бизнеса. Несмотря на все уверения федеральных властей о полной поддержке предпринимателей, малый бизнес по-прежнему находится под налоговым прессом. Причем таким, который выдержать просто невозможно. Пробить вопрос попыталась общественная организация «Опора России», подготовившая к Питерскому международному экономическому форуму вариант программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Как уж там получится, время покажет. А в нашей программе разговор со знаменитым уже рязанцем Иосифом Питуниным, который стал символом отношений малого бизнеса и власти. Напомним, Питунин – тот самый человек с напольными весами, годами работавший на углу почтовой улицы, и взвесивший в свое время почти весь город от малого до великого. Его вместе с весами задавили налогами напрочь. Причем не оставив никакой надежды на возвращение в малое, но честное, нехитрое дело. Я знаю, что мне собирают деньги на то, чтобы я могу платить самоизносы. У меня есть знакомая женщина, которая работает в Москве финансовым аналитиком. Эта женщина тоже, значит, ездит в интернет, мы с ней хорошие знакомые, она мою судьбу отслеживает. И она узнала, что мне собирают деньги. Она не поленилась, мне позвонила и сказала, «Йозик Григорьевич, ни в коем случае не регистрируйтесь». Я говорю, а это почему так? Деньги, думаю, не мои, в принципе. Она сидела в том, что сейчас в правительстве поработает вопрос о том, чтобы не только снизить ставку этих самых платежей в пенсионный фонд и фонд страхования, но одновременно у вас порежут пенсии, у всех предпенсионеров и предпринимателей. Хотите потерять пенсию? Регистрируйтесь. Не хотите? Регистрируйтесь. Выбросываем. То есть это такие неподтвержденные данные из Москвы? Если это женщина финансовый аналитик, я думаю, что данные достаточно серьезные. Ну так скажите, вот вы как мудрый человек, как человек, испытавший уже все на почве мелкого бизнеса, а как жить-то тогда? Вот почему говорят одно, что бизнес малой и средней надо поддерживать, на деле-то происходит совсем другое, я так понимаю? На деле-то происходит совсем другое. И видите, в чем дело? Нас давят не сию секунду, нас давят постоянно. Это на тему. Можно доверять, так сказать, властям, или все-таки не нужно этого делать? Целей будут и деньги, и здоровье, и настроение, и все. Я считаю, что доверять властям не следует. Потому что в действиях или лишены всякой логики, или наоборот, слишком много логики, и целенаправленно уничтожается предпринимательство. Достаточно вспомнить вопрос лет пять и полназад. Помните, может быть, была такая идея на основу, как поставить вагончики и продать мне хлеб? Была такая идея. То есть вот на моих глазах женщина, когда пришла получать документы, если у вас управление регулированием потребительского рынка, я там получал документы на место, на разрешение, разрешение на место. Я там пришел, женщина бьется в истерике. В чем дело? Что такое? Оказывается, значит, вот такая идея прошла, значит, предложили, в том числе и ей тоже, и ей семье. Они взяли кредит под влог квартиры, 500 тысяч, в то время столько стоило квартир, 500 тысяч. Они купили себе соответствующую, значит, избушку, оборудовали ее, прошли все инстанции, заключили договор с лепзаводом, все-все-все-все-все-все. Они пришли в управление регулированием потребительского рынка, окончали документ разрешающим торговать, а их огорошили. Это решение отменено. Мы решили не создавать такие вещи на оценках. А что же мне делать? Я взял кредит под влог квартир, мы решили отдавать из будущих прибыли, а им такой комфлет, и с чем мы будем отдавать? Это нас не интересует. Идите в горсовет, и там вы решите вопрос. Мунду. Надо задать постоянно. Это на тему. Можно доверять, так сказать, властям, или все-таки не нужно этого делать? Целей будут и деньги, и здоровье, и настроение, и все. Я считаю, что доверять властям не следует. Потому что в действиях или лишены всякой логики, или наоборот, слишком много логики, и целенаправленно уничтожается предпринимательство. Разумеется, без ответа остается вопрос, а кому было нужно гнуть на излом малый бизнес России? Ведь просчитать последствия такого реформирования можно было быстро и несложно. По всей видимости, главный расчет был на извечное русское долготерпение и трепетное отношение к любым властным указам. С душком будет следующий материал. Причем с душком севушным. Снят он тоже с подачи простых людей, которые в силу тех или иных причин бывают посетителями винводочных отделов магазинов города Кораблино. Плохенькая водочка, жаловались знатоки кораблинцы полицейским. Надо бы проверить, пока кто не отравился. Окончательно и бесповоротно. Далее рассказывает Елена Вожакова. О том, что в городе стали продавать некачественный алкоголь, в полицию сообщили местные жители. Во время проверки оперативники нашли в гаражах двух кораблинцев спиртное, маркированное акцизными марками, имеющими явные признаки подделки. Спиртосодержащая продукция, более тысячи бутылок водки, алкоголь элитных марок, изъяты и направлены на экспертизу. Среди обнаруженной алкогольной продукции представлены образцы как водки, так и более дорогих элитных напитков, таких как виски, чивы, сригал и другие. Также в результате проведенного мероприятия было обнаружено несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью, так и также обнаружено, скажем так, самопальное устройство для разлива спиртосодержащей жидкости по более мелким емкостям. По предварительным данным, спиртное реализовывалось через розничные сети в районе, а также напрямую местным жителям. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и сбыт поддельных марок акцизного сбора». Также эксперты-криминалисты проверят, насколько спиртное опасно для здоровья потребителя. Если опасность подтвердится, то бизнесменам придется ответить по Уголовному кодексу за реализацию товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Мораль такова – пить вредно, хоть, как говорится, она настоящая, хоть поддельная, а полицейским зачет за расторопность. В эфире информационно-аналитическая программа «Время говорить». Вот что будет во второй части. Кто будет утверждать учебник истории «Единое пособие», о необходимости которого говорил президент, может выйти нескоро. Обманули печальная история от наших зрителей. Сказанул амурский партийец, похоронил русскую нацию. Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем программу. Как это нередко бывает, в редакцию нашей программы обратились рязанцы. И как это бывает всегда, с просьбой помочь. Ситуация, о которой пойдет речь, не нова. И не нова уже давным-давно. Людям пообещали товар в обмен на предоплату. Деньги ушли, а желаемого народ не дождался. Далее история от Ирины Говалевой. Куча бумажной переписки с различными инстанциями вместо обещанных кухонь. Более 40 человек были обмануты предприимчивой дамой. Галина Платонова – одна из них. Ее история началась около двух лет назад с того, что она решила заказать кухню. Проблемы начались сразу. Заказывала я в торговом центре «Норд» мебель в Софии. Значит, везли очень долго эту мебель. Я им звонила, уже начала на повышенных тонах разговаривать, потом привезли. приехали, у них не было ни инструмента, довозили, у них там не вырезать было нечем, подогнать не могли. Потом увозили часть кухни, отрезали у себя где-то там. В общем, проблемы были серьезные. И хотя кухня в итоге была установлена, проблемы не закончились. Я начала рассказывать по качеству установки кухни. Мне сказали, ты просто придумываешь, у тебя все нормально. То есть, две недели, месяц я сидела на телефоне, не бросали трубку, не отвечали, ругались на меня. Потом, в конечном итоге, когда я сказала, что я подам в суд, они приехали. То есть, здесь мы вам ничего не сможем исправить. Дверь некачественная. Опять, приходилось звонить две недели там, ругаться, не брали трубку, все такое. Опять, потом приехали, дверь эту сняли, увезли и больше не привезли эту дверь. Похожей ситуацией оказалась и Галина Ваейкова, хотя ее кухня не была даже установлена, а в тех грязных досках, которые ей привезли, она не узнала заказанную ею мебель. Когда вот этот вот слой пыли стал стираться, я стала обращать внимание, что там есть сколы. Ну, в общем, ужасно. Там даже само ДСП ужасное. Не то, что как оно собрано. Они смеются, подкалывают, издеваются. Вроде между собой, но это же все в мою сторону идет. больше Пименова не отвечала. Я начала ей звонить и говорю, Надежда, здесь у нас такая ситуация. Она мне один раз ответила, не волнуйся, не волнуйся, все сделаем. Все. Больше в этот день она со мной не разговаривала, труп она не брала. И когда они до нее дозвонились, она им сказала, что не ваше вред дело. Они мне ничего не объясняли. Вот. Мне пришлось закрыть дом, я там еще не проживала. Я закрыла дом и объяснила, что завтра все будем решать. Так сказать, или они мне кухню довозят и доделывают так, как положено, или они мне возвращают деньги. Где-то минут через сорок она мне позвонила, начала выражать, что она мне остатки кухни сбросит около дома на улице, и она уже не будет за нее отвечать. На что я ей сказала, вези сразу на помойку. Обе женщины подали в суд и успешно его выиграли. Но и это не помогло вернуть деньги. Предпринимательница, как оказалось, бедна, и взять с нее нечего. Наверное, именно поэтому она чувствовала себя так уверенно в общении со своими заказчиками. Ты ничего не получишь, если даже какие-то копейки я тебе буду выплачивать. То есть человек чувствует полную свою безнаказанность. И потому, когда я получила исполнительный лист, и там было сорок три таких же заказчиков, как я, я поняла, что просто законно не работает, наверное. И человек просто продолжает так обманывать. Я созванивалась с такими же взыскателями, как я. Люди после меня уже через год так же она продолжала работать, только теперь она работает напротив круиза в торговом центре Норд. Так же у нее. Но по документам торговый центр Авру. Обманутые люди вновь обратились к юристу в надежде все-таки получить обратно свои деньги. Мы обратились с заявлением в правоохранительные органы, каждый из пострадавших в свои отделы районные, с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества данного индивидуального предпринимателя в связи с тем, что выплат никаких нету, отношений между пострадавшими и индивидуальным предпринимателем не сохранены, не возобновлены, не возобновлены, соответственно, результатов никаких нет. Этим делом, скорее всего, займется прокуратура в связи с тем, что индивидуальный предприниматель продолжает деятельность, конечно, уже не в данном случае, как без образования юридического лица, а под другим именем. Торговая точка есть, работа ведется в полном объеме, соответственно, на фоне этого мы имеем возможность доказать факт мошенничества. На днях из Амурской области пришло сногсшибательное откровение от местного партийного действия Егора Жумашевича Матвеенко. 12 июня аккурат в день России во время церемонии вручения паспортов школьникам он, сморкнувшись предварительно в палец, взял, да и выдал молодежи вступающей в жизнь перл. Не существует такой национальности, как русский. Впрочем, смотрите сами. Как у Булгакова поздравляем вас господин Саврамши. Интернет-сообщество по поводу откровения Егора Жумашевича уже поднасыпало послание, аж монитор краснеет. По форме, конечно, ужасно, но по сути со многими трудно не согласиться. Есть такая национальность русский, чего бы там сморкающийся партийец Жумашевич школьникам не говорил. А между тем, именно вот такие парт-деятели, ну, может быть, более развитые в плане образования и умения излагать мысли, будут выносить свои суждения по концепции нового единого учебника истории в Госдуме. Разрабатывать предложение по поводу единого и неделимого пособия начинают и рязанские ученые. С подробностями Глеб Галушкин. Единая концепция школьного курса истории должна по замыслам членов правительства России появиться уже в конце нынешнего года. Сейчас по регионам страны проходит обсуждение ученых-историков о правильном курсе преподавания этой науки. Должна быть предложена для широкого обсуждения концепция создания, концепция структуры будущего учебника, а также проект историко-культурного стандарта для средней школы. По итогам научных конференций рязанские историки собираются направить свои предложения и рекомендации в Москву авторам так называемого единого учебника истории. В нашем университете на кафедре истории России трудится 10 докторов исторических наук. Это очень сильный потенциал по российским меркам. Впрочем, в обществе возникают вопросы насчет единого учебника. Авторы уже сейчас обнаружили более 30 спорных тем отечественной истории. Ведь фактически на совершение любого крупного государственного деятеля России существует несколько точек зрения. И какой стороны будут придерживаться авторы учебника патриотической или либеральной пока непонятно. Также не вполне ясно и кто будет утверждать единую концепцию ученые-историки или же политики из разных партий. В противном случае обсуждение по важному государственному вопросу о преподавании истории в общеобразовательных школах затянутся на долгие месяцы, а может и годы. Такая вот история. Еще про образование. Всероссийский скандал с единым госэкзаменом в Рязани закончился отвратительным мощным выхлопом. Стало известно, что результаты многих ребят на экзамене по математике оказались очень сильно занижены. Всему виной был назван компьютерный сбой. Среди не сдавших ЕГЭ оказались даже отличники и победители математических олимпиад. С единым в этом году Минобразование опозорилось страшно. Антикоррупционная идея проекта с треском провалилась. Но отменять результат нельзя, а потому выпускники списавшие что называется в наглые ответы вскоре приспокойно понесут документы в ВУЗ, дужи понесли. И многих из них будут обязаны принять по результатам этого дурно пахнущего ЕГЭ 2013. Продолжает программа комментарий по поводу всего, что сейчас происходит с единым госэкзаменом в России. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Закончилась очередная выпускная кампания в наших общеобразовательных школах. Вот по вашему мнению, прижился ли единый государственный экзамен на российской почве? Я был активным противником единого государственного экзамена. Когда он был еще в режиме эксперимента, он внедрялся в территории как бы постепенно. И сразу было понятно, что он не коррелирует с системой образования среднего российского, а механически взят из опыта европейских стран, Америки. А вот механический перенос на российскую систему образования, конечно, не дал желаемых результатов. Но 2013 год это вообще такой год знаковый, потому что по большому счету можно говорить о трагедии в образовании российском. ЕГЭ в этом году ознаменовался большими скандалами. А вот кому это нужно и почему экзамен проходит так нечестно? Сам по себе ЕГЭ это крупный денежный компонент в образовании и он при ситуации такой не мог быть оставлен кем-то. Поэтому и министерство нашему и нам новому министру я жалею его на сегодняшний день, потому что он еще не успел ничего плохого сделать в нашем образовании. Хочу сказать, что он столкнулся совершенно с непредвиденным. И вот сейчас, конечно, как из этого выходить, и не он, наверное, не вот совет при министерстве образования, при нашем головном ведомстве, пока не знает. Начинаются приемные, ну, прием документов в российские вузы. Знаковые деньги. Вот на сегодня, я прям буквально вот несколько минут назад связывался с секретарем приемной комиссии Московского государственного университета, вот нашего, и говорю, есть ли какие-то все-таки изменения. Нет, мы принимаем по старым стандартам и, конечно, принимаем сегодня вот так, как есть. А как система нынешних экзаменов скажется на знаниях выпускников? Получается, что те, кто списали, те, кто воспользовались вот выложенным в сети материалом, они находятся в более выгодном, приоритетном таком условии, чем те, кто писал самостоятельно, добровольно. я уверен, что в российских школах и в рязанских школах есть ребята, которые серьезно относились к этому, но вот получилось так, что вот, ну, как получилось, так и получилось. Меня беспокоит несколько другое. Сегодня поступят в вузы обманным путем, потом обманным путем проучатся в вузах, а кто будет лечить, учить через пять лет, управлять самолетами, кораблями. Россия через некачественное образование обречена на вечные трагедии. Вообще, я всегда говорил, чтобы избежать многих напастей в любом государстве, надо уделять внимание, прежде всего, образованный, недоученный, необученный человек. Это, конечно, всегда опасно. Сейчас Министерство образования начинает размышлять, а как же обезопасить ЕГЭ в будущем? С другой стороны, выпускники 2014 года, а также их родители, тоже в раздумье, надо ли копить знания или поднакопить денежат на покупку знаний. В том, что спрос вновь породит незаконные предложения, никто уже не сомневается. На сегодня все. Хороших всем выходных и до встречи в понедельник вечером, как обычно, в программе «Время говорить». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok